Привет, дорогие друзья, с вами доктор Перч и Ёжик Борис, конечно же, йога-терапевт, йога-инструктор, Ёжик-веган, Ёжик Борис. Дорогие друзья, вот все Ёжик не может отучиться материться, потому что он смотрит на наши тут цивилизации, вот и без мата, значит, это дело он не может никак, в общем, рассматривать. Дорогие друзья, мы займемся очень простой вещью. В общем, нам от нашей науки, неважно где он находится, ждать ничего нельзя, потому что эти все господа занимаются просто воровством денег. Поэтому, друзья мои, мы с вами вместе начнем разбирать книгу Геродота, отца истории, которая так и называется История. И вот мы сейчас видим на карте это место, где Геродот раньше путешествовал и собирал данные для своей книги. Он посетил Египет, он посетил Азию, и вот он посетил, ребята, как раз Скифию, и он дает вот описание, мало того, что народов, которые живут на территории Скифии, он еще дает описание вот этому самому величайшему событию в истории, когда Скифы вломили Дарию и с тех пор стали называться славяне. Так вот, удивительный вопрос возникает, ребята, по поводу вообще воинственности Скифов, которые известны очень давно, в том числе в период Римской империи. Вот если мы посмотрим вот эту карту, ребята, то увидите здесь карту Римской империи в период ее расцвета. Удивительно, конечно, очень простая вещь, что что для Римской империи было важно? Важно, нужно было поддерживать постоянно металлургическое производство, да, нужен был уголь, нужна была руда, нужна была там слюда, там, для того, чтобы вырабатывать бронзу, нужна была медь, нужен был свинец. И по территории всей Римской империи бороздили корабли или, там, брели унылые ослики, перевозя, там, руду железную из Испании куда-нибудь, там, чуть ли не во Францию или из Британию, там, везли какие-то, там, с олово везли, в общем, там, в Африку, где все это переплавляли и так далее и тому подобное. Так вот, возникает очень удивительный вопрос, ребят, смотрите, у нас существует рядом вот здесь вот Сарматия, куда можно было бы проплыть через Византию на кораблях, где находится как раз вот Сарматия, где и находится как раз вот Донбасский регион, который вы знаете, где существуют открытые были залежи антрацита и где были открытые жалезы руд. Вот, но этого не происходило, ребят, по одной простой причине, существовали так называемые змеиные валы. Это такая группа оборонительных сооружений, которые к югу над Днепром тянутся практически на 2000 километров. Ребята, возьмите в Википедию, почитайте змеевые валы и офигите, остатки змеевых валов сохранились сегодня по рекам вот этим вот, видите, Красная Струна, Трубеж, Шула, Рось и так далее. Сейчас все это, конечно, будет переведено на, как есть там, Красная, на Жовта, Струна, на какую-нибудь там, не знаю, там, еще что-нибудь, да? Так вот, производят налодные легенды, почему называется змеевые валы? Потому что, в общем, как бы это те валы, которые Ямуромец вскопал, значит, благодаря победе, значит, над змеем Горынычем. Интересно, что подобное сооружение продолжается дальше до Приднестровья и в известной в Приднестровье под так называемых Трояновых валов. Вот они, ребята, они до сих пор видны. Эти сооружения настолько огромные, настолько древние, но настолько далеко тянутся, что как можно ими не восхищаться? Мы восхищаемся там, китайской стеной, почему же мы не восхищаемся вот этими оборонительными сооружениями, которые тянутся на тысячи и тысячи километров сейчас по всей Украине? И они до сих пор существуют, ребята, понимаете? Посмотрите на сок, посмотрите на удивительные вещи, которые происходят на территории Украины. Это количество запасов там железных руд, нефти и всякой вкусняшности для любой империи. Понимаете? Вот если мы сейчас посмотрим, допустим, на карту империи под названием Советский Союз, то мы увидим, что на территории Украины здесь располагаются, ой-ой-ой, мамочки, неслабые вообще залежи полезных ископаемых. Вот, в том числе тут, кроме того, что нефти тут открытые, и медь, и все, что хочешь, ребят. То есть, в период греческой, период римской империи, существовали ли скифы, вели ли римляне с ними какие-то боевые действия? Да! Есть ли об этом описание? Да, конечно, есть! Ёлы-палы, о чем мы, конечно же, говорим, понимаете? Вот, так вот, удивительные еще вещи, которые мы сейчас, ребят, с вами будем говорить, мы вообще поговорим, кстати, о черноземе, да, потому что вот мы все там, когда мы говорим о истории вообще вот этой вот над черноземью и культурой, мы все время как бы туда не смотрим, мы все время говорим про египетскую культуру и цивилизацию, мы говорим про сирийскую, там, шумерскую, ведическую культуру, а о центре, который был вот здесь вот, в районе Украины, мы как бы говорим там, ну, по-видимому, там какие-то древние культуры есть, но, ребят, вы поймите, что как, насколько долго эта земля должна обрабатываться крестьянами, чтобы на ней существовал чернозем, вот это вот перед вами сейчас карта чернозема, да, и вы теперь понимаете простую причину, почему на Украине идет война, да, между там элитами России, там между элитами Украины и всей остальной Евросоюза, Евросоюз сейчас себе просто там за 5 миллиардов долларов, и благодаря там господину там Кличко отгребли себе 32 миллиона гектаров чернозема, на котором сейчас будут выращивать рапс какой-нибудь там Масанто и зарабатывать миллиарды долларов, а потом сейчас продадут еще эту землю, которая никогда у скифов не была в частной собственности, в чем-то горе украинского народа, горе украинского народа как раз в том, что эта земля не была в частной собственности, сейчас ее продадут, вот, будут продавать, но для того, чтобы ее продать, конечно, нужно сделать так, чтобы местное население не могло его купить, потому что, ну как же, неужели какой-то украинец должен обладать каким-нибудь черноземом, если это может сделать семья Рольчиндов, что она с удовольствием и делает вообще. То, что славяне из скифы, ребята, и имеют древние связи, древние вещи и индийский народ, вот, это как бы является скифским народом, смесь славянского и индийского народа вообще известна всем очень давно. Вот взять, например, нам вот эту вот птицу, которая называется Ганда-Берунда, это вот известный вам, вот, допустим, символ Российской империи как раз, да, это вот как раз птица из древнего ведического пантеона. Когда мы говорим там о календаре постов, трапез, мы все это говорим об древнем такой традициях, которая существовала на самом деле не с приходом православной греческой церкви на территорию скифов и славян, а более-более-более-более древние истории, более древние традиции, о которых мы, ребята, будем с вами разговаривать. Сейчас мы поговорим о том, какие традиции оставались до революции у, допустим, русской империи. Да, мы посмотрим там несколько фотографий свастики, да, мы увидим вот Ганда-Берунга. А после этого мы, ребята, начнем с вами изучать книгу Геродота под названием «Истории». Мы начнем там читать об скифах, об их описании, и мы начнем задумываться вообще о своем собственном прошлом. А значит, мы будем задумываться о своем собственном будущем. Правильно, Боречка, спасибо. Все, ребята, оставайтесь с нами, будет интересно. Мы изучаем нашу историю, без которой понять миропонимание абсолютно невозможно. Пока, с вами доктор Перч и Южик Борис.